Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Латвии соперник Лиепая, шестая команда чемпионата Прибалтийской республики. Первая половина матча прошла в равной борьбе. Преимущество Самары составило всего три очка. Но уже к середине третьего периода Волжане серьезно оторвались от соперника 65-49. Затем заиграли в удовольствие и поймав кураж разгромили Лиепая 103-61. А вот в международном турнире Локкап, где выступали сильнейшие клубы Прибалтики и Единой Лиги, Самара заняла только пятое место. Крылья Советов параллельно с Футбольной национальной лигой продолжают борьбу за Кубок России. Матч 1-16 финала пройдет в Самаре 21 сентября. Начало на Металлурге в 19.30. Соперник – локомотив из Премьер-лиги. Победитель поединка в следующем раунде встретится с победителем пары Оренбург-Рубин. Матчи 1-8 финала Кубка России состоятся 25 или 26 октября. Три гандболистки «Лады» попали в сборную страны. Полина Ведехина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина сыграют в двух стартовых матчах квалификационного группового турнира чемпионата Европы. Но сначала команда Евгения Трефилова проведет три товарищеских матча против Южной Кореи. А первый поединок отборочного цикла чемпионата Европы состоится в Москве 28 сентября. Соперник России – Португалия. Затем команду ждет 30 сентября Австрия. Финал турнира в декабре 2018 года примет Франция. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова